отлично всем здравствуйте всем добрый вечер кто вечером смотрит вечер кто утром смотрит тому доброе утро кто днем добрый день этот эфир будет и в записи и в режиме реального времени сейчас мастерами группы ювелирные кружева в бесплатной группе в telegram мы сейчас просто встречаемся для того чтобы порассуждать и пообщаться на вопросы и ответы наши встречи живой встречи 22 июня состоится в санкт-петербурге в санкт-петербурге квартирник творчески с мастерами мастера которые живут в санкт-петербурге которые живут близко с санкт-петербургом из москвы приедут мастера уже не первый раз мы встречаемся в двадцать третьем году пару раз пару тройку раз встречались двадцать четвертом году встречались и вот сейчас уже на летний период перешли и мы ура опять встречаемся а встречи всегда проходят очень продуктивно очень насыщенно и мне нравится что наши встречи они дают нам какой-то заряд такой заряд на новое заряд на вязание заряд на на дружбу на взаимодействие и никогда не не нам не бывает скучно если кто-то не приезжает то это слишком супер уважительная причина потому что в основном все хотят приехать пообщаться и и самое главное ну наконец-то я вырвалась из дома что для нас это в наше время уже является такой большой победой потому что все ковидные истории и истории вот да спасибо снежаночка спасибо я с удовольствием эту вот да да добрый вечер я с удовольствием презентую этот мотив чуть попозже сейчас расскажу о наших общениях в формате мастер-класса живой встречи когда мы находимся здесь мы во первых взаимодействуем с друг с другом мы показываем кто что там связал кто что там навязал кто новенькие какие-то приемы научился на прошлом например мастер-классе у нас прям супер прием был от танюшка рабельникова которая показала нам как мы нам можно бурдон учитывая то что мы его отматываем примерно 2 иногда 3 метра у нас мотив есть который на 3 метра растягивается бурдон это было вообще целое приключение когда мне мастера рассказывали как они располагаются с этими ниточками по всей квартире вот кто-то и в своем дому как говорится сын мой говорит мама что опять твои растяжки игр сынок это творчество поэтому прием с бурдоном был наматывать его начал ног и как раз катя гал запустила мастер-классы и группы по вязание по плетению фриволите и у всех теперь есть челноки у всех вязальщиц у всех крючкотворцев и мы этот челнок приспособили все равно для крючка потому что бурдон слишком длинный чтобы он там не болтался чтобы он не болтался а вдруг котятки а вдруг ребятки и поэтому мы бурдон на челночок наматываем и легко он держится и раскрывается и не перепутывается и ниточки очень качественно потом укладывается укладывается в наш чудесный мотив вот сейчас я попросила наших мастеров чтобы из группы из закрытой группы нам показали мотив назвали мы его сударушка это будет сюрприз для мастеров кто придет и кто уже со звездочкой как говорится задание выполняет то есть мы основной заявленной темы у нас будет камели мы камелию свяжем я даже уже вот прям пробник начала вязать из золотых ниточек золото солнце лето сияние блики эти ой как и сегодня прогуляла замечательно и меня сейчас опять заряд сегодняшнего дня настроил на что-то такое сияющее потому что я встретил мою чудеснейшую чудеснейшую любимую прим балерину винаточку шокирову мы буквально в парадный театр встретились у исторических исторической сцены ринаточка шла на репетицию мы когда увиделись друг друга ну какие-то такие вот заводные не чувствующие не не возрастных рамок никаких увидели друг друга обнялись конечно и стоп ли 100 миллионов комплиментов пошло вот в сторону воротничка боже мой боже мой какая прелесть какие-либо первых я ее не увидела не узнала я со своими бумагами шла боже мой какие люди вот и мы конечно пообщались но буквально пять минут три и три фотографии сделала для моих девчонок можно конечно с удовольствием вот поэтому я думаю может быть еще какую-нибудь встречу организуем когда рината с нами пообщается в прямом эфире она очень контактный человек очень светлый сияющий и вот ее вот эта энергия это экспрессия это этот взрыв позитива взрыв сияния и в ее профессии я и поздравила лично потому что к ней прорваться на то чтобы лично поздравить с примой это просто нет в ее плотный график клинится очень сложно и тут вообще сама судьба на то я мысленно разговариваю мы уже вчера позавчера у нас встреча была мы и с ума руси разговаривает боже мой какая прелесть как замечательно всем большой привет всех обнимание обнимает сердце и целует души вот и конечно же сегодняшний день он ну как говорится день как начнешь как настроишь во столько подарков ты получишь вот для меня был подарок это встреча с вами сегодняшняя встреча с неожиданная не при незапланированной среда ты то что мы с вами пообщались я узнала что есть рядышком с нами с нашим с нашей студии с по адресу возможность прокатиться на катер очках чтобы свежий воздух почувствовать понимаете сегодня какой-то был такой насыщенный день именно эфирными маслами эфирным вот взвесами в воздухе прям что-то приятное было такое вкусное прям солнце такое было солнечное и тут же показала в группе я что возможность будет прокатиться один час будет поплыть по маршруту проплыть по маршруту и цена вопроса по льготной цене что-то там тысячу или девятьсот рублей на тысячу рублей 900 для детей вот этих этой парковки не было это впервые то есть это то есть получается понимаете сколько подарков для нас возможности и мы можем просто взять повязать взять собой наши замечательные клубочки крючочки и в течение часа на свежем воздухе открывается крыша закрывается то есть съемная такая как возможность открыть закрыть есть вдруг дождичек потому что петербург это дождик нежданчик может быть вот это организационные вопросы для тех кто приедет и возможно мы с котирочка будем вам в группу скидывать возможности каким у нас идут повязальные процессы в том числе камелия ну что ну ну что и вот вот ну что этот эту красоту собой не взять и вот эти вот лепесточки не повязать особенно мы пешочком доходим садимся в короткие котирочки и дальше едем и я вам в режиме реального времени вот как сегодня видео снимала так и мы дальше будем продолжать кто-то будет рассказывать кто-то общаться кто как приехал только у кого какие эмоции то есть это это встреча это общение это не ни с чем не сравнимое взаимодействие в творческом в таком творческой группе сообществе на на позитиве на творческом позитиве так если кто у нас сейчас вот присутствует леночка моя хорошая если кто у нас сейчас присутствует и кто не еще не включился в группу а камелия стучитесь ко мне и я вас буду добавлять цена входа онлайн 1000 рублей для участниц студии 2000 рублей для участниц группы ювелирной кружева и 1000 рублей встреча оффлайн кто в студии новичкам 2000 рублей чтобы вы понимали что у нас не просто зайти и как говорится посидеть тихая тихонечко в сторонке потом когда вы зайдете в студию вас будут соответствующие бонусные и скидки и возможность мастер-классы вязать бесплатные которые находятся в студии по подписке а также мы я приглашаю вас свою школу онлайн школу которых есть более 10 курсов и интенсивов а самый главный мой мое детище он легендарный уже этот курс ирландские венецианские мотивы стилизация находится здесь с посылки на сайте можете зайти и купить его в рассрочку кто хочет получить при просто супер скидки я об этом сейчас только впервые говорю я об этом не говорю то есть это а такой бонус для тех кто приходит в студию вы можете купить мастер-классы по цене студийный об этом вы узнаете когда придете в студию вот а так заявленная цена она соответствует вложенным моим силам моим записям моим уроком мои там в целом если говорить то около 300 часов уроков записи уже сейчас на данный момент потому что я добавляю добавляю эти уроки и каждый курс он у меня расширяется из интенсива переходит в статус курса потому что интенсив это мы маленькие отрабатываем какой-то например воротничок вот мы связали воротничок лотос и он у нас уже раскрылся из воротничка там уже манжеты уже сумочки уже интерьерной подушечки у нас запланировались поэтому мы уже из него делаем курс по модулям модули соответственно тематики и лен степанова ленусь наша тоже ювелирный мастер моего супер ювелирный сможешь присутствовать 22 маякни мне пожалуйста мы здесь 22 собираемся получится у тебя если хочешь марусь и приезжай добрый летний вечер всем я сегодня вообще что вся такая сияю кому кому раздавать счастье нате кому еще и вам тоже кого обнять сердцем поцеловать душой иночка пока точно не могу сказать но хочу хочу да то есть смотри ориентируйся там по своим планам адрес знаешь если что уточнимся и подъезжай да я понимаю субботние выходные возможно обязательно скажу да лена нам привезет свои супер супер работы я какую-то одну из встреч мы лена привозила нас было очень там тогда много и мы много всех привезли и все привезли и все смотрели смотрели я не успела насмотреться на линии на работы а то что все увидели а я не увидела я крыль и да приезжай еще и представляете у нас не получилось у нас за это время не получилось встретиться потому что то школа то работа то опять школа то дети то общем так поэтому еще раз говорю о том что эти встречи тематические смущаю потому что твои работы они вдохновляют можно на них смотреть как на образцы музейные как будто мы пришли посмотреть на какую-то экспозицию экскурсию и выставку которую сотворяет мастер леночка степанова вот все кто придет и приедет и будут просто еще раз в восторге даже повторно созерцать ой что ты там пишешь наша скромняшечка спасибо это очень высокая центр это адекватная настоящая оценка это не придуманная не а потому что мы с тобой вот супер дружим потому что я говорю что что девочки мы как будто мы когда-то там рассыпались где-то из жемчужной ниточки и сейчас опять собрались это какой-то это магнетизм это притяжение это легкое понимание мы понимаем с полуслова друг друга и это правда вот и кто приедет то леночка принесет свои работы они вмещаются вот они настолько миниатюрные настолько ювелирные и настолько тематически там прям чуть вот в мини картина вот в умске есть а такой миниатюрист кон конев имя не помню антон или павел конев и у него выставка на рисинке что-то выделывает потом на каких-то так маленьких вот зернышках что-то прямо прям ну чуть ли не прям реально блоку подковывает и выставка у этому подходишь смотришь смотришь вот это его выставка лен я тебе расскажу как сделать выставку на пятачке например 9 на 9 чтобы твои работы презентабельно и миниатюрно можно было рассмотреть и прям это действительно достойно выставки вот поэтому если кто приедет будет эксклюзивная возможность увидеть эти работы которые 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 вообще и если даже не есть у кого-то кто-то ну как бы например для себя вяжет или создает но и не показывает на нашу аудиторию до вязальную то лена это скромняшка это все понятно то что в реальными глазами увидеть это все я не не могла соизмерить соизмерить величину фотографии которые мы видим в соцсетях и в реальности и когда мастера тоже приехали и говорят ой какая роза оказывается маленькая вот которая на бурдоне связана а на самом деле она смотрится крупная и уже берут ниточку и вот прям чуть ли не больше ладони вывязывают и думают что это соответствие и несмотря на то что идет сравнение и вот тоже самое с камелий она так смотрится на фотографии о прям такая рельефная прям каждую петельку видно каждую дырочку и уже когда вы вяжете вы мне говорите мастера говорили я не хочу чтобы у меня это дырочка была поставьте дырочку в покое и вяжите дальше потому что ее никто не увидит потому что у вас это качество зашкаливает смотрите смотрите ну какая красота на манжетик ну посмотрите ну какая красота вашу гордырочку никто не увидит поэтому вяжите и лена сейчас что-то там такое какие-то самоцветы я вижу это как будто камушки вкусные хочется их скушать вот а какой-то образ ты там что-то переделываешь я приглядываюсь на твой фон расплывчатый я не могу понять вот поэтому для мастеров которые присоединятся онлайн в группе в отдельной вся наша атмосфера вся наша атмосфера и весь мастер-класс будет представлен в прямом эфире он будет разделен на 2 части первая часть и мы начнем вязать и наш цветок наш мастер-класс а вторую часть возможно мы будем вязать на катерочках это как мария сказала утопия никто не пойдет никто не хочет потому что когда садишься мы же самостраиваемся с местом мы успокаиваем свое тело вот в группе студии ювелирное кружево я проводила чуть ну такую вот оздоравливающую и медитацию вот она потом ее девочки назвали что это медитация на самом деле я ее называю соностройка и вы когда смотрите уроки и вы слышите эту фразу соностроимся давайте с ниточкой а девочки говорят так это натуральная медитация ну ладно если это медитация давайте так и назовем медитация практика практика в практике когда мы свои мысли которые у нас бродят бродят фантазируют и летают мы их материализуем в наше творчество и это у нас самое сейчас я вам скажу самая секретная наша супер сила супер сила в которой мы можем осознанно переносить свои свои все внутренне мыслительные как творческие даже не творческие а какие-то накопившиеся мысли как знаем все фразу что вязание успокаивает творчество успокаивает мы когда в творческом процессе там чего-то вывязывание творение творческого поиска мы наоборот у нас в такой активности у некоторых даже и крючки летят нитки летят вообще а это это другое состояние а когда мы процессе вывязывание когда уже поймали ритм мали вот то волну сонастроились через руку ходите по чок через руки переход тепло практика то есть мы соединяемся вот здесь формате и я мы с мастерами проведем казалось она дает нам какую-то интересную сейчас скажу интересный интересную возможность на то чтобы мы перестроили организм в продуктивность вот эти включают же симфонию там чайковского моцарта растения для продуктивности вот у нас тоже самое у нас наше вязание это так продуктивность тот творческий полет который нас меняет в лучшую сторону ой у меня понесло в полет кто-то хочет сказать лариса лена а дальше снежана танюша с нами была корабельникова видимо ее отвлекают лена скажи что нибудь пожалуйста стесняшка ой даже я благодарна вообще нашему контакту нашему взаимодействию нашему дружескому общению и лариса заговорила иванова лариса это это такая скромняшка вот проявлении то есть показывает свои работы улучшает себя там на глазах вот буквально за месяц какой-то с 2 все резкий скачок в качестве произошел в создании мотивов лариса у меня до сих пор ваш вот этот герб пшеничный золотой он до сих пор меня подоражит потому что это неимоверно красиво неимоверно красиво вот и чтобы у нас сейчас понимание было по поводу нашего мастер-класса вот кроме камели у нас будет задание со звездочкой для мастеров у которых уже есть камели которые уже вязали уже связали но мы все равно встречаемся потому что мы на одном мотиве не останавливаемся даже если свяжется камелия она свяжется однозначно потому что три ряда цветка но дома и как бы дома связать не это когда вместе они вяжутся то она становится новой версией есть мастер-класс есть какая-то четкая подача определенного вывязывания лепестков но в моменте перепровязывания на второй и на третий раз происходит создание нового цветка это не запланировано вообще не запланировано это так ведет ниточка это так ведет творческий поток это то что мы себе разрешаем отойти от мастер-класса и это самая главная моя миссия пробудить вас от творцов потому что я вижу у вас эту внутреннюю зажатость и когда мы вместе мы у нас это зажатость раз расслабляется потому что мы друг об друга растем и ваш потенциал он раскрывается когда мы вместе да вы на на начальных этапах вы проходите какие-то базовые обучающие мастер-классы курсы это все зарождает плодородную ту среду в которой вы потом взрываетесь вы взрываетесь супер красотой и задание со звездочкой как раз к этому вот я веду новая будет у нас версия мотива вот сейчас у нас в группе показала снежана потому что я и почему то как-то быстро не смогла найти за две минуты вопрос был мы будем начнем его вязать и продолжим дальше уже каждый у себя дома как мы к нежную вязали это игольные кружева это стиль игольного кружева я не могу правильно точно назвать потому что это где-то и венецианская где-то и ну вот что-то это из венецианского но точно название там нужно будет по мониторить поискать и я пока на техническую часть переключилась чтобы мы смогли этот мотив воссоздать после того как мы мы много уже мотивов новых создали и у нас уже наш мыслительный процесс наши все нейронные цепочки уже настолько гибкие по отношению к новому что нам новое для нас воспринимается как как девочки сказали мастера а ну я поняла уже как его вязать то есть по этому мотиву уже создаются мыслительный процесс куда пойдет поведет ниточка куда поведет бурдон где мы от бурдона бурдон отложим этот мотив на бурдоне ну вот чтобы поддерживать нашу заявленную ювелирную студию в статусе мы этот мотив на бурдоне будем вязать тонкой ниточкой тонкую ниточку можно взять шелк лен хлопок хлопок мягкий мягкий тонкий вязальный швейный итальянский хлопок не берем полиэстер я имею ввиду швейный вот есть швейные нитки акрил тоже не берем он махрица швейный можно взять вискозный вышивальный шелк он помягче можно взять шелк натуральный это я сказала ли он можно взять пожестче лен но очень тонкой ниткой и очень качественный вот и в принципе для ниточек этого мотива достаточно канарисом нет если возьмете канарис но я думаю что эту высоту может взять оля балдина потому что она крупными ниточками вяжет он даже пеликаном вывязывает такие сложнейшие мотивы вот весь курс ирландские венецианские мотивы оля балдина связала пеликаном вот кто сейчас на курсе и кто попробовал тонкую нить знают что тонкой нитью легче вязать чем крупной нитью вот такие мотивы в стилистике венецианского кружева а вот оля балдина связала весь курс пеликаном весь все лилии все розы все вариации вот полностью все четыре месяца у нее был отточенный это ну вот прям очень дисциплинированно и очень качественно но потом в итоге такое летнее легкое пальто из сетки пальто кардиган пальто жилет как хотите называйте райский сад то есть все цветы которые были представлены на курсе и венок и фантазийные королевские и пион и лилии и король вообще все и роза ольга создала жилет в пол и сеточкой соединив я не помню двурядная сеточка была или просто регулярная скажется регулярная соединила все мотивы и сделала такой вот себе проект ну естественно диплом мастер вот да наташа правильно переговорить не могу телевизор ну да конечно мы же еще и выстраиваем приоритеты потому что если мы вяжем и слушаем наушники наша семья это часть нашего нашей нашей жизни все верно теперь по вопросам по вопросам вопросы 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 ну вот девочки которые сейчас подключились и мастера это уже все присутствуют на на мастер-классе уже 17 человек сейчас заявлено примерно 6 человек будут 67 человек будут на живой встрече не все могут кто-то болит у нас прям здоровья здоровья давайте пожелаем всем нашим кто приболел и не могут не могут приехать потом будет сюрприз на мастер-классе я его объявлю на эфире и намеренно вам не говорю что за сюрприз будет потому что это будет подарок подарок будет тем кто будет онлайн вот потому что оффлайн на оффлайн и так мы будем для нас вообще подарок уже то что мы друг с другом будет обнимашечки целовашечки это такое непередаваемое ощущение когда мы встречаемся вот обязательно будет погуглила ой как это я немецкий вот это название это французские марта венециана марлета что что у меня язык не заточен на лингвистику изучения других языков вот и не заточен есть у меня прореха в моих знаниях марлет марлета венециана вот у кого-то и буквы складываются и слуха я с миленой уже общаемся из италии уже более трех лет четыре года она мне на итальянском я гугл этот итальянский переводчик слушаю и вот хоть бы одно слово зашло но кроме белиссимо и оно зашло у меня потом бачи бачи так поцелуй поцелуй это зашли слова эти какие еще зашли слова все а озеро гарда это она говорит и сестра все не лингвист понимаете вот ну конечно если в среду попадаешь другого языка то оно может быть и заходит и оседает но в меня не заходят иностранные языки от слова вообще я даже вот прочитала с легкой ошибкой прошу прощения могу чуть-чуть себе позволить чего-то не не узнать сестра сарелла да 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 сарелла вот и она мне все время меня на меня сестра сестра говорит русская я соглашаю все хорошо хорошо девочки скажите мои дорогие мастерицы скажите как звук если вот это вот ускорение знаете иногда прям на ускоренный 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 вот телеграмм нам такую не очень качественную дает запись звук отлично все прекрасно яночка тебя очень хорошо слышно ура спасибо наташенька потому что мы когда смотри запись сделали эфир провели и прослушали а там ах это при сохранении записи происходит поняла но не всегда не всегда он так его конвертирует эту запись поэтому если вот тот эфир кто с марией смотрел тоже как было было слышно ну вот присутствовать на эфире не пришлось а вот когда в записи слышала то действительно со звуком немножко проблемы там были да там такой ускоренный был мы хотели его на ютуб эту запись выставить но поняли что только из-за того что он некачественно ее сохранил мы оставили ее в группе но по крайней мере все равно там очень много полезных полезностей которые мы впервые услышали даже я впервые услышала многие много то что мария говорит поэтому я не стала эту запись убирать вот эфир был нормальный ой спасибо девочки нам так нам так это было важно от вас узнать потому что мы мария очень переживала что некачественная была запись она думает неужели это так и было на эфире во первых она на эфире была впервые это был дебют вообще от слова вообще то есть а сцена это нормально но она не солист она вот в оркестре играет и она как солист только на каких-то экзаменах была вот а то что вот на аудиторию говорить и конечно она потом отдыхала очень долго я говорю как будто два спектакля отыграла то есть у нее было ощущение насыщенно энергозатратное и я говорю у меня эфир она говорит все я не дышу то есть к тебе ничего я не дышу и проводи благословила поэтому это было сравнение это был дебют это был впервые и для всех кто сейчас нас смотрит нас слушает я большую благодарность высказываю за то что вы пришли потому что проводить эфиры это как уроки но у меня опыт наработан и я понимаю что это такое я есть определенный навык мысль удерживать удерживать аудиторию передавать полезное перед но опять же учитель от учитель отличается и на моих уроках всегда дети класс был такой активный потому что я с ними общалась у меня аудитория в классе не было гробовая тишина а был вопрос ответ вопрос ответ чтобы они живые были потому что это невозможно и почему я вас сейчас тоже на вопрос ответ вопрос ответ но это нормально это же хорошо и тем более мы онлайн и когда мы вместе здесь мы такой пчелиный просто невозможно мы же вместе мы же общаемся вот а на аудиторию когда мы выходим онлайн еще такой фильтр выстраивается потому что я вас не вижу ну вот только там ваши аватарки и то что вы напишете и после того что вы напишете мне еще нужно логическую цепочку сложить мыслительную правильно ответить вот поэтому Мария оценила все эфиры которые мы запустили в том числе благодаря Маруси все это происходит она очень большой вклад внесла очень большой вклад и мы эту студию поддерживаем для творческого роста не ну это же не развлекательные наши в том числе и да то есть мы еще и эмоционально подзаряжаемся но и для того чтобы творческий рост большинство приходили приходили видели как это красиво как это переводить вязание в разряд премиальный в разряд кружева в разряд высокого качества люксового и у вас есть все потому что у вас есть я и напрямую работать с мастером это дорогого стоит в вашем режиме реального времени да да хотела сказать что вот эта идея со спонтанным эфиром это просто вообще ваша такая вот изюминка на сегодняшний день как это вот прям конкретно раз и что-то новое и ты его впитываешь и вроде бы оно как раз таки тебе и надо было в этот момент спасибо верно мы пространство которое мы возле себя закручиваем оно нам как будто во-первых мы отсеиваем то что не нужно вот у нас сразу чистится информационное поле то есть вокруг нас кружева женщины позитивное общение и вдруг в процессе вязания или в процессе создания какого-то проекта или вы уже там на курсе находитесь или вы обучаетесь в определенной на определенном интенсиве и вдруг вы думаете написать не написать спросить не спросить вроде бы все понятно урок же есть и у вас начинается вот эта внутренняя мысль мешалка которая отметает вот этот эфир во-первых мы можем напрямую поговорить во-вторых вы слегка и свободно отправляете все фотографии мне очень нравится когда вы последовательно передаете свои фотографии идеи вот Наташа идея с вьюнком вот никакого сомнения у меня вообще не было то что вьюночек подходит но только его нужно там чуть-чуть или к горловине приложить или чуть-чуть на край потому что по центру даже по центру вот когда он разместился он такой создал кружевую махровую историю что хочется вот так вот поближе а что там а что там что там что там такого мы еще не видели то есть мысль работает на притяжение взгляда вроде бы издалека такой шум да кружевной я вам показывала этот шум кружевной некоторые его воспринимают а это почему потому что утонченность и насмотренность у нас еще впереди и вот эти вот маленькие завиточки на задание со звездочкой в новом мотиве они же тоже для того чтобы мы прочувствовали утонченность посмотрите тут и арочки и колечки и один лепесток и второй лепесток и третий по идее мы вяжем тоже цветок в разрезе может быть это камелия будет в стиле венецианского идти нет мы уже назвали сударушка все у нас сударушка поэтому ощущение что у вас вопрос возник а я его как будто слышу я же тоже ну у меня почему я отменила сейчас стопроцентные пятничные эфиры ну якобы приучая аудиторию к пятнице что пятница присаст садились и вот сейчас мы будем слушать ину потому что переходя из пятницы в пятницу об одном и том же говорить неинтересно хочется вот в моменте среди в течение недели появилась какая-то идея мы о ней рассказали появился новый проект мы о нем рассказали появились новые уже результаты по мастер-классам или по интенсиву или по курсам мы о них показали рассказали а когда мы голосом говорим ну мы же люди у нас же есть голос который хочется показать проявить вот зажечь вас вдохновить вот а мы для этого вяжем мы именно для этого именно для этого открываем свое творческое состояние свой творческий потенциал потому что это у нас самое ценное вот у нас у женщин весь наш наш творческий потенциал это самое ценное что нам было передано из поколения в поколение и от бога этот талант он у всех только сомнения в сторону сразу в сторону даже если у вас криво получилось или рядочки не выровнялись вот прям в идеальную но форма легла но все легло мы все подшлифуем все сделаем так что вообще комар носа не подточит и даже если арочка куда-то там запала мы сюда мотив применим в юночек почему мне понравилась идея вязания основы сеточки и мотивы сверху это была изначальная техника когда игольное кружево применялось в перехода из венецианского на ирландское это было изначально но потом мастера же разные есть и техники тоже разные придумали и это не означает что если наизнанку мы вяжем и если вот мотивы соединяем это вот это все это база это так надо это классика и это только так и никак больше как не называется нет забудьте все меняется все течет все меняется именно мы мастера меняем под себя под облегченный вариант под удовольствие под радость творения свою свои проекты вот как вам удобно какой способ вас вдохновляет какой способ вас медитацию медитативное состояние вводит в радость на изнанке вот на планшете вяжет мне это нравится взять крючок взять это я не могу Алена может смотрите что она вытворяет вообще вот эту сеточку низкую так вот перекрутила прикрутила бах лицо ой боже мой как это она создала вообще как многоцвет переходом тонов розовая щечка там у меня слова закончились как это красиво потому что это только нужно созерцать Лена мы тебя будем ждать да 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 вот Наташа какой вы красот это фриволите в начале эфира проговорили то что Леночка пришла что она там вытворяет а я все до сих пор пытаюсь осваивать это фриволите и вот этот кусок который у меня на сегодняшний день есть и я его попыталась ну как бы поизгаляться и вот то что получается ну меня вот сейчас опять захлестнуло и теперь раздвоение или в юнок оставлять или уже вот что-то в эту сторону то есть ну вот сейчас просто раздвоение личности у меня это будет два проекта это не раздвоение это будет два проекта это будет один воротничок и еще один воротничок Потому что хочется, потому что хочется, нам всё хочется. Вот она ювелирность. Вот понимаете? Это вариация воротничка только Наташина. Вот это стоечка Наташина, вот выровненность по соединению Наташина, потому что это Наташа выровняла. Я дала только вам базу, я дала только вам основу. Лена, да, ты права. А тут уже идёт микс сеточки и фриволите. Это аплодисменты. Это настоящая аплодисменты. И ещё мне очень нравится, когда фотоподача есть. Очень красиво на телефон взять и камеру настроить вот на изгиб, на ракурс такой, чтобы можно было увидеть. Это как будто ты своими глазами смотришь. Это круто. Фотоподача – это 90% передачи вашей работы. Это невероятная красота. Инночка, как же хочется попробовать связать мотив. Что же для этого нужно? Он очень красивый. Добрый вечер. Наташенька. Ой, Лена Луковкина. Ты же с нами уже в группе, да, Камелия? В группе Камелия. Если да, напиши, потому что я сейчас список не буду перепроверять. А мы начнём его вязать на мастер-классе. И он потом у нас будет в студии. Я его сохраню. И потом он у нас будет в студии. Мы в студии продолжим. Поэтому не переживайте, кто придёт на онлайн-встречу. Мы всё-всё-всё-всё-всё запишем. И всё это будет в студии. Мы продолжим. Да-да-да. Поэтому у нас один из сюрпризов для студийцев, студийных участников группы «Ювелирное кружево». Два мотива. Это брошь Камелия в стиле Шанель. И ещё вот с ударушком. Лилия к нам присоединилась. Наша вообще розочка. Лилия, я про вас в прошлой встрече говорила, потому что вы нам создаёте тон, задаёте нам тон, как работать с бурдоном. Как бурдон укротить? Вот она укротительница бурдона. Там не розы, это просто живые, живые, натуральные, кружевные. Это просто... Это только иглой люди добивались, мастера добивались иглой такую шедевральность создать. Я вам показывала образцы из эрмитажа такого стиля кружева. В группе, в студии я вам показывала. Заметьте, как у вас произошёл рост вашего... Да, добрый вечер. Как у вас произошёл рост вашего мастерства, как вы только зашли в студию. Заметьте. Вот кто ещё не в студии, подписывайтесь. Там цена вопроса копеечная, но зато вы там получаете такой рост, что и мастер-классы, и сотворчество с мастерами, и новинки. Это просто настоящая, живая творческая площадка, в которой... Ну, это, знаете, вот помню. Пойду-ка я на кружок, и там я вот научусь. Зайду я, зашла я в школьные в свои времена на кружок. Посмотрела, как Валентина Николаевна вяжет, а тут... Эту гвоздику я посмотрела, я только посмотрела, начало. И я глянула на её движение пальцев, рук. Всё, больше мне ничего не нужно было. Я пришла домой, я эту гвоздику связала. Связала, маме показала. Она говорит, молодец. Что такого? Молодец. И всё, и меня захватило. И причём объёмная гвоздичка была, ножки тут, мохнатые у неё края. Все, наверное, эту гвоздичку знают. Сердцевинка уплотнена ваточкой. Стерильной ватой. Вот, и дальше уже... Я не помню, куда я её применила. Конечно, куклы у меня всё, у кукол было. Потому что я училась. Куда на себя это? Не знал, куда. И всё, потом воротнички пошли, манжеты. Я начала вязать. И потом мама. Мама у меня директором Дворца культуры. Работала. 25 лет отработал. Он прям победоносный наш дом культуры, в котором мы все танцы танцевали. Разных народов мира. Там хор был, там сто человек. И она говорит, доча, свяжи мне вот на этот жакет. Доча, свяжи мне вот на это платье. И мама на сцене выступала в моих народничках. А потом я ещё делала цветы. Похожие на камелию. Но это были цветы из бантиков. Ну, остатки бантиков. Куда их девать? Это органза, да? И раньше было вот выжигатель из выжигателя. Я соединяла несколько. Есть такая техника. Соединять несколько лепестков. Делать их объёмные. И вот я делала солистом, артистом на платье на сценические. Вот такие цветы большие. Я сейчас только сейчас вспоминаю, что во мне это было с каких лет. Со школьных лет. Поэтому, ну вот, всё сошлось только вот сейчас. А я протрубила учителем географии. Вот. Елена, огромное спасибо. Да, 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 да. И когда мы начинаем миксовать, у меня уже прям в голове думаю, может быть, что-то смиксовать с тканью. У нас тканью сейчас миксует Василиса. Она кружевной воротник на ткань ставит стоечку. И это уже соединение. И он съёмный. Это просто тоже какая-то супер работа. Потому что там расчёты идут определённо воротничка. Что там стоечка была. Понимаете, нет вообще предела. Нет предела в нашем визуальном потоке. Это невозможно остановить. Потому что каждая идея рождает следующую, следующую, следующую. И вот мы камелию свяжем, чтобы подарить себе, подарить друзьям, подарить подругам, сделать подарки или продать. Потому что очень много мастеров, очень много мастеров, которые хотят своё творчество монетизировать. Это, зная, что это талант, застребован, есть желание поддержать себя материально. Поэтому любой проект, который вы, особенно дипломированные мастера, который вы создаёте на курсе, создаёте в группе, в студии ювелирной кружево, а мы там вас поддерживаем, потому что там именитые мастера находятся. И ракурс взгляда на ваш проект со всех сторон, конструктивный, качественный. И вы там не просто растёте, вы там взрываетесь творческим совершенством. Вы оттачиваете, отшлифовываете за максимально короткий период времени, не проходя там тысячу лет. В вас уже всё заложили за тысячу лет. Ваши... Ваших генах передалось по наследству от творчества ваших бабушек, прабабушек и так далее, и так далее. Мы сейчас, если копнём, проведём эту линию родовую, мы все, у всех где-то когда-то были мастера. Я тут недавно вот... Не говоря про мою родовую линию, а говоря про стиль Шанель, Коко Шанель, и у неё работала, у неё работала вышивальщицей, княжна российская. Российская. Историю не знаю, но точное видео есть в студии, имя, фамилия. И она у неё работала вышивальщицей. А такое мастерство было, которое достойно было стиля. У нас сейчас то же самое. Мы затронули интуитивно. Я эти пазлы начала собирать постепенно. Они сами мне подсвечивают, вот про Шанель подсвечивают. Мне понравился этот стиль. Он в меня зашёл. Мне нравится классика жакета. Мне нравится то, как Габриэль Коко Шанель позиционировала женщину в этом стиле. Как эти жакеты стали символом роскошной простоты. И как акценты, которые были созданы для женщин, они также несут в себе смысловую нагрузку о женственности, о утончённости, о любви к цветам, о запахах, о вкусах, о цветовом решении. К каждому цвету кожи свой цвет подходит. Поэтому в наших руках, в наших руках волшебство. это потрясающая палитра ниток, потрясающее качество крючков, приспособив и под... сонастроившись с этими деталями, берём уроки, берём готовые уже отработанные мастер-классы и творим, и украшаем. Потому что мы вместе. Дорогие мои, я уже час говорю, и меня не остановить, оказывается. Вот. Вопрос-ответ получился. В кавычках. Почти ловлю ваши вопросы и тут же отвечаю на них. Ну, всё равно хотелось бы с вами поговорить. И на огромное спасибо. Час пролетел незаметно. Угу. У меня тоже. Вот так останавливается время у нас, когда мы в потоке, когда мы в творчестве, когда мы... И у нас сразу за этот час наша мыслительная деятельность перестраивается, наши нейронные связи перестраиваются. Сейчас, после разговора, после общения, потихонечку так вот гармонируем, что-нибудь свяжем, попьём водички, чаёк и ждём. Ждём нашу встречу. Завтра у нас пятница. У меня два дня выходных. Пятница, суббота. И я работаю в группах. Покажу новинку, которую я начну вязать из кобальтовых оттенков синего ультрамарина. И будем... Все группы, которые вяжут, мы в процессе дальше продолжаем. А в студии я покажу новинку. Сегодня буду... Ну, это вот градиент, похож на... На гжель, но это будет... Лазурит. Это будет лазурит. Это будет глубина. И подача камня лазурит. Опять же, камни к нам идут. Ну, а почему нет? Это всё природное, это всё живое, это всё кристаллические те решётки, которые нам отзываются внутренне. Кто сказал, что у нас нет золота? Вот они, вот оно, вот они, вот. И где-то там у нас в каких-то там микрочастицах они отзываются, вибрируют. Вот. То же самое и со всеми минералами, потому что мы полностью состоим из той же минеральной среды, наше тело, то и окружающая среда, что наша земля, что наши растения, поэтому мы творцы нашей природы, творцы нашей красоты, творцы нашей жизни. Я благодарю вас за то, что мы творим волшебство. Кружева, а кружева — это наши клеточки, это наши ткани, это то, что мы... из чего мы состоим. Это... Иногда смотрю картинку, а там вот что-то так кружевное. Думаю, вот-вот-вот-вот-вот. Вот такие мы. Мы просто этого не видим. Вот это всё у нас вот здесь, вот здесь вот всё кружевное. Вот такой у нас воздух кружевной. Вот. И... Спасибо вам большое за то, что мы с вами провели сегодняшний вечер вместе. До новых встреч! Отзывы очень полезны. Оставляйте отзывы под видео. Если запись будет хорошая, я её сохраню в YouTube. Заходите на курс. На курсы ирландские, венецианские мотивы. Заходите на курсы студии ювелирного кружева. Ну и, конечно же, заходите на наш... на нашу встречу, которая будет 22 июня. По ссылке. Ссылки или в закреплённых, или под видео будут все ссылки, чтобы вы комфортно себя чувствовали там. И тот курс, и ту встречу, которая вам отзывается в вашем сердце. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok